Привет! Меня зовут Конславна Машка. Сегодня я проведу пару уроков в технике вратарского искусства. Кипровка вратаря, она зависит, в принципе, от полей. То есть, если это синтетика, понятно, что там должно быть какой-то батничек, который будет закрывать локти. И, конечно, штаны, которые будут там защищенными губками. Потому что синтетика, если брать его от натурального поля, она более жесткая. Вот. Если это натуральное поле с хорошим бренажем, то есть оно влажненько, полито, то можно вообще стоять. Штана в шортах можно стоять, в бриджах, без защиты, без всяких губок и маечки какой-то. Ну, под низ, конечно, термобелье, когда ты падаешь, чтобы майка не задиралась, ну, она задирается, и полчаса открыто тело, термобелье, ну, по телу защищает от этого. И, конечно же, это, если влажное поле, обязательно вратарь, он в команде, он больше всех теряет на шестивые буты. Потому что опора, у него больше этих резких движений, то есть 13-ти это буты для вратаря. А также, конечно, перчатки. У каждого вратаря свой стиль перчаток. Это кто-то любит там большие, свободные, кто-то любит, когда они по руке сидят. Например, я, предпочитаю больше, когда они сидят по руке. То есть они в обтяжечку, если они немножко свободны, то есть для меня это уже проблема. То есть это вот основные, которые должны быть у вратаря. В этой ситуации вратарь, он ни в коем случае должен падать на спину, заваливаться, ни в коем случае на заднюю точку. Вратарь, он падает от этого часть, то есть сначала подгибается нога, вот это вот, потихоньку загибается нога, и вратарь ложится. То есть оно вот, вот оно идет, сначала на бедро, а потом спокойно, то есть бедро, оно смягчает падение, и потом уже за этим идет плечо. Ни в коем случае это не должно быть лицом в земле, ни в коем случае на спину. То есть если на спину, это уже неправильная техника, это вратарь, при этом случае он не сможет встать на второй удар. Идет мяч за спину, то есть вратарь. Вратарь также, он разворачивается спиной, и также он приземляется на вот эту же часть. Так же самое, сначала нога ни в коем случае при таком падении не падает сначала на плечо. Нога, она амортизирует падение, то есть ты приземляешься, и все это должно быть прослаблено. Ни в коем случае не падает напряженно. Все падения делаются, смягчается нога, немножко расслабляешься, идет тело. Ни в коем случае это не делает напряженно, потому что чем напряженнее, тем больше идет столкновение с землей. Если удар идет прямой, и в такой ситуации вратарь обязан ловить его намертво, потому что вратарь контролирует, у него есть время подумать, как сыграть в этой ситуации, как его поймать. То есть если удар идет уже сильнее, намного сильнее, у вратаря меньше времени подумать, и смотря какой. Конечно, если он идет сильный во вратаря, тут уже зависит от дистанции и от полета мяча. Тем более сейчас новыми мячами они виляют, потому что поэтому часто зачастую в вратаре, когда идет мяч в него сильно, следует вопрос, почему он отбивает и не ловит. Потому что он, малейшее движение, влево-вправо, это может, говорится, вратаря оставить неудел, потому что идет прямая траектория, руки, они объемом ни в 2, ни в 3 метра. То есть вот этот мяч, представьте, он уходит немножко сюда, уже попадает в эту часть, и вратарь может просто не станете. Тут уже по ситуации вратарь уже смотрит. Если он в этой ситуации считает, что надежнее будет просто отбить, он должен отбить его ни в коем случае не перед собой, ни в коем случае не на ногу. То есть он должен его отбить в сторону. Семать здесь многое еще зависит от чутья. Есть вратарь, заранее угадывает угол, ну берет угол и прыгает в тот угол. В таких ситуациях заранее, на доле секунды, ты опережаешь, ты уже решил куда, и ты уже вовсю выпрыгиваешься в этот угол. Тогда у тебя есть шанс отбить даже очень сложные пенальти. Есть пенальти еще, когда ты видишь, еще смотришь по разгону, когда нападающий, ты видишь, что он будет играть по тебе, он будет тебя сбивать на технику. В этих ситуациях надо стоять по мячу. Не по мячу, но немножко как бы играть с ним. Нужно играть, то есть он хочет обмануть тебя, ты должен обмануть его. В этих ситуациях, почему вратарь сбивает и не ловит? Тут уже в зависимости от приведения удара. Если вратарь прочитал, куда бьет игрок, и удар идет на довольно таком среднем, вратарь уже здесь ловит, чтобы не было отобивания угловых. Если вратарь, опять же, он гадает, идет удар, то если удар у вратаря задача его отбить, не поймать. И всегда при всех пенальти никогда не ставится цель поймать. Потому что бывает, хочешь поймать, мяч неудачно ловит, а с кайкой идет добивание. Главное кредо вратаря, простота и надежность, не нужно никого удивлять. Спасибо всем тем, кто меня слушал. Это были уроки со статусом Машки. Надеюсь, мои знания вам прибегаются. Субтитры подогнал «Симон»!